цвет морского дна, над которым проплывает в данный момент, и тотчас же меняет собственную окраску в соответствии с цветом морского дна. Находясь над песчаным или каменистым дном моря, Камбала принимает светло-серую окраску. Оказываясь там, где много водорослей и мха, ее цвет мгновенно становится зеленым. Камбала предпочитает отдыхать в песчаных местах, причем ее цвет и рисунок поразительным образом в мгновение ока принимает соответствующую песчаному окружению окраску. Существа, о которых мы только что рассказали, были созданы так, чтобы они могли изменять свой цвет, рисунок ткани и даже глаза. Глаза этих существ, остающиеся на поверхности, когда их обладатели зарываются в песок, могут спокойно исследовать обстановку наподобие перископа подводной лодки. Морская каракатица – также известный специалист по камуфляжу. Эти существа обладают способностью изменять цвет и рисунок своей кожи за очень короткое время. Изменение цвета в соответствии с окружающей средой может рассматриваться как ясное свидетельство существования сознательно созданного механизма защиты у этих существ. В то же время рыбы не обладают ни разумом, ни сознанием, которые обеспечивали бы мгновенную смену окраски в соответствии с цветом дна. Даже если предположить, что рыбы – разумные существа, как тогда они могут знать, какие физиологические механизмы способны вызывать изменения цвета? Как эти механизмы размещаются в их теле и как они активизируются? Рыба, не умеющая ни думать, ни сознательно планировать свою жизнь, не могла самостоятельно развить в себе подобные качества. Также очевидно, что такие сложные системы, отвечающие за смену окраски, не могли сформироваться у морских обитателей случайно. Планирование столь тонкой системы, наследственная передача этих особенностей, кодирование необходимой для этого информации в генетической системе живого существа, вне сомнения, является свидетельством высшего творения. Творец всего этого – всемогущий Аллах, создающий живые существа из ничего и наделяющий их необходимыми системами для собственной защиты. Некоторые морские обитатели вместо маскировки используют иные способы защиты. Вот это существо, например, предпочитает очень искусно прятаться. Оно укрывается под найденной веткой коралла и путешествует с ней по морскому дну. Эта молодая особь рыбы пузыря – не очень хороший пловец, поэтому она не в состоянии быстро ускользнуть от хищников, которых может привлечь. Однако у рыбы пузыря есть превосходный способ защиты от возможного нападения. Если возникает опасность, рыба пузырь раздувается до довольно внушительных размеров. Хищник уже не может проглотить столь крупную добычу, и ему ничего не остается, как удалиться прочь. А это рыба дикобраз, который обладает сходной системой защиты. Будучи значительно крупнее рыбы пузыря, рыба дикобраз имеет на своем теле горизонтальные шипы. Почувствовав опасность, рыба дикобраз мгновенно раздувается до размеров в несколько раз превосходящих ее нормальный размер и превращается в утыканный иголками шар. Такой внешний вид быстро отбивает аппетит у желающих полакомиться хищных рыб. Если задуматься, методы защиты, используемые этими рыбами, вполне разумны и искусно спланированы. Тела рыбы пузыря или рыбы дикобраза специально устроены таким образом, чтобы отпугивать врагов и наделены рефлексами, позволяющими делать это своевременно. Тем не менее, эти существа, не обладающие ни разумом, ни сознанием, вряд ли могли выработать надлежащие рефлексы в собственных телах и разработать подобную тактику защиты. Совершенно очевидно, что существа эти появились на свет, уже обладая данными качествами. Аллах, повелитель природы, наделяет этих рыб подобными уникальными средствами защиты так же, как он наделяет все живое, особенностями, необходимыми для жизни в той или иной среде. Креветка-богомол Существа, о которых мы только что рассказали, составляют лишь малую часть всего бесчисленного разнообразия видов, обитающих в бескрайних океанах Земли. Тысячи других видов морских обитателей используют для своей защиты совершенно неповторимые системы. Еще один пример этого – креветка-богомол. Обладая незаурядной внешностью, это существо живет в укромном убежище, которое она выкапывает себе в песке. В поисках пропитания креветка высовывается из своего убежища и, пользуясь своими клешнями как мощными молотками, откалывает мидию, которую находит поблизости. Затем она резкими ударами разбивает мидию на кусочки и съедает ее. Но как раз в этот момент креветка-богомол замечает осьминога, приближающегося к ней. Она угрожающе вздыбливается перед ним, давая тем самым понять, что вряд ли осьминогу стоит с ней связываться. Если осьминог не внемлет предостережению, креветка наносит ему удар прямо в глаз. Удары будут сыпаться до тех пор, пока враг не уберется в освояси. Креветка действует так, как если бы она знала, что глаза – это самое уязвимое место на теле противника. Поэтому она направляет свои удары прямо в глаза осьминога. Креветка преследует осьминога до тех пор, пока не удостоверится, что отпугнула его своей атакой и только после этого возвращается в свое убежище. Еще один способ защиты, который мы можем наблюдать у других обитателей Мирового океана – фальшивые глаза. Некоторые рыбы имеют большие пятна на задних плавниках, по форме напоминающие глаза. Благодаря этой фальшивой паре глаз они выглядят как более крупные рыбы. Более того, обман заставляет хищника атаковать рыбу в хвост, а не в голову, что дает ей шанс ускользнуть. Настоящие глаза рыбы находятся там, где по ее телу проходит широкая черная полоса. Несомненно, подобная окраска появилась у рыбы не случайно, а была специально создана для обеспечения ее защиты. Невозможно отличить голову этой рыбы от ее хвоста. Фальшивые глаза на плавниках – превосходный способ защиты от хищников. Но вот еще один повод для удивления. Веточки и отростки, между которыми плавает эта рыба, на самом деле не водоросль, а морской конек. Рыбка-клоун живет там, где никакому хищнику ее не достать. Растение, вокруг которого она так безмятежно плавает, на самом деле вооружено сильнодействующим ядом, который может парализовать любое живое существо, которое его коснется. Однако рыбке-клоуну этот яд не причиняет вреда, так как прозрачная пленка на коже рыбки нейтрализует ядовитые капсулы этого растения. Подплывая к нему, рыбка задевает брюшком его ядовитые капсулы и начинает потихоньку взрывать их. Благодаря прозрачной пленке яд не причиняет ей вреда. После нескольких заходов у рыбки вырабатывается иммунитет, и теперь она может жить припеваючи в ядовитых зарослях. Предположение, что камуфляж, изменение формы тела и десятки других способов защиты явились результатом опыта, вырабатывались на протяжении времени или появились случайно, не укладывается в рамки логического объяснения. Живые существа, не умеющие логически мыслить, используют системы и способы, специально для них сотворенные. Только всемогущий Аллах наделяет их этими свойствами и прозрачной пленке. Продолжение следует...